Да хуйня какая-то, лучше вообще без. Привет, привет. Как дела? Мы на вилле. Темно, правда, не особо показать вам что-то, но вилла бомба вообще. Приехали на остров Ламбок. Привет, Магадан, привет. А я тут на остров приехал, на виллу только заселился. Блин, вилла крутая вообще, ребят, я вам кричу. Вилла пушка. Завтра нас ждет вообще, у нас бабекюха будет, короче, с корилевскими креветками, со всей фигней. Басик, будем путешествовать по всему острову, посмотрим. Офигенно, 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 очень нравится это место. Правда, добирались пять часов на пароме. Пять часов, и мы успели все поспать. Потом час на байках до виллы. Заехали хотя бы покушали, вот. И вот заселялись, знакомились с хозяином виллы. Поэтому как-то так. Ну, в общем-то неплохо. Привет, Леха. В Китай, брат, не собираешься? Слушайте, ну, я в Китай собираюсь, но я собираюсь в Китай в марте, в середине марта. Мне уже клиенты пишут, поэтому я думаю, что в марте поедем. Пока буду еще на Бали. Мне здесь нравится. Здесь офигенно. Поэтому Бали Мон Лав будем исследовать. У меня еще много-много-много чего подстоит. Как-то так. А у вас, как там дела? Кто чем занят вообще? Хотите, могу вам даже виллу показать. У меня здесь офигенно. Хотите, покажу? Смотрите. Просто следите. Уф, полетели. Уходишь такой. Туф. Вот так вот у вас красиво тут. Вот там барбекюха. Приезжай к нам, я тебе виллу приготовлю. Куда? К тебе в Магадан. В Магадане виллу ты приготовишь. Знаете? Еще ни один человек, который у меня был в прямом эфире, не сказал мне правды. Мне тут такое обещали. Я просто в шоке. Мне обещали и виллы, и вообще чуть ли не миллионы долларов обещали. И все такие пиздунишки. Чисто пиздунишки. Ни один человек, честно, не оказался. Все врут. Лживые твари. Привет, Волгогрант. Привет, привет. Поэтому я никому не верю. Все только. Приезжай, шаву куплю. Ну, тебе-то я верю, на самом деле. Тебе-то я верю. Слушай, ну, я тебе так скажу. Я приеду, я тебе могу Мака купить вообще. Хочешь, комбо сайз пойдем купим тебе. Потом могу тебя, знаешь, куда сводить? Могу на зыбу сводить, купить тебе на скидосах пару коктейлей, короче. А потом, а потом скажу, что у меня на карте деньги закончились. Пойдет? На свидание сходим. В принципе, мы же уже ходили на одно, да? Ну, как бы. Только до шавухи не дошло. Но я запомню про шавуху. Шавуха бомба вообще. Так. А то ничего я не обещаю, я просто приглашаю. Куда ты приглашаешь? На виллу? А где твоя вилла находится? Ну, ты мне в личку скинь свою виллу. Но я уверен, что ты можешь мне скинуть какой-нибудь сарай. Это максимум. Кто тебе по носу дал? Да у меня тут драка была нереальная. Нет, на самом деле, это поцарапался. Я даже не знаю, как так получилось. Просто царапина. Сколько стоит снять виллу на Бали? Ну, в сутки. Виллы стоят 10 тысяч рублей в сутки. Вот в сутки 10 тысяч примерно стоит. Хорошие виллы 20 тысяч. Вот у нас недавно была вилла, 20-ку стоила. 20 тысяч рублей в сутки. Эта вилла стоит тоже тысяч. Сейчас скажу, да, 20 тысяч. Вот на которую мы сейчас приехали, 20 тысяч в сутки. Я просто... Нормально, мы с тобой нормально в Минске можем это. На шавухах сидеть не париться вообще. Шавухи в Минске вкусные, реально. Блин, я помню с Муратом, с другом своим. Я у него оставался как-то, помню, пожить, когда у меня еще квартира не закончена была. Этим летом мы с ним завтракали в 5 вечера. Мы просыпались только в 3. У меня кроме квартиры и машины, и моей работы ничего нет. Слушай, ну ты просто сказал, что ты меня на виллу приглашаешь, а тут резко у тебя уже не вилла, а квартира обычная. Ну, слушай, у меня тоже есть квартира. Попаду к тебе в рабство, да? Так, а на сколько по времени вы на Ламбоке? На Ламбок мы приехали на 4 дня. Мы будем на Ламбоке 4 дня. Вот, вот мы сняли сейчас виллу, только заселились. Мы целый день добирались, 5 часов на пароме. Мы брали свои байки. Мы, короче, вот только-только сюда приехали, заселились. Вот сейчас ребята поехали в магазин, что-то там тарить. Ну, так, я люблю есть ночью, неважно за чьи деньги. То есть, ты готова сама башлять, и потом мне скажешь, что мужик Альфонс. Такая, неважно за чьи деньги. Люблю же это очень. Давай закажем шавухи, три икса, доноркинг, кебаб и еще суши. Ну, в принципе, меня устраивает. Ну, можем с тобой это, сделать счет сепарейт. Если что. И все. Закажем, короче, шавухи, закажем суши. Но ты все равно не съешь много, я все съем. Вот. И потом поставлю тебя, короче, перед сложным выбором. Так, как думаешь, как избавиться от живота? Не жрать? Так, пусть и на карте у тебя деньги закончились. Что-нибудь придумаю. Слушай, а может ты приготовишь что-нибудь? Как ты думаешь? Ты, может, готовить умеешь? У меня будет холодильник забит. Вот. Я тебя приглашу типа в гости. Ну, типа в гости. Типа на кино. Ну, типа на вино с сыром бри. А мы будем шавуху жрать. И фильм включу. Самый скучнейший фильм включу. Что? Ты так зашел? Что? Сам тут разговариваешь и тихо закрываешь. Ты просто сошел и думаешь, ебать, а что я сделал? Ты, блядь, вообще он взял? Залетел такой, я испугался вообще. Я постройку берегу в Ходсковую морю. Могу, ну хорошо. Испугался, конечно. А я думаю, вы поехали в магазин. Я не по себе зашел. Что? Так вы поедете в магазин или нет? Да. Ну так по нему мы сегодня пить не будем. Надо чуть-чуть. Надо выпить, да? Да. Тогда я майку возьмите, Ром. Ну уж когда не пьем, нам уже плохо, понимаешь уже. Когда пьем туда хорошо. Какими организм переспираться. Да, алкоголики. Как будет готова фото, правильно. Когда она будет готова, ты уже можешь мне, знаешь, что отправить? Голограмму. Так, когда вы не пьете? Слушай, да, наверное, когда спим, тогда мы не пьем. На самом деле, слушай, здесь очень круто. В этом плане. Здесь на Бали нету отходников. Только сейчас, потому что ты с телефоном разговариваешь. А ты думал, а сам с тобой пью? Мне что ты рассказываешь, я не могу говорить. А, тебе? Да я в прямом сижу. Короче, здесь Бали волшебное место, потому что здесь даже нет отходняков, ребят. Мы напивались просто в хламиду монаду вообще. На утро просыпаешься, все офигенно. Ты как будто вообще не пил. И у кого я не спрашивал, у всех одинаковая история. То есть, бывают, конечно, какие-то случаи, когда там вообще, я не знаю, что нужно было выжать. Сейчас, вот, ну, все же так. Мне нужно будет топ мест на Бали. Ну, ты мне напишешь в личку, я с тобой потом, пообщаясь, тебе все расскажу. Вот и все. У нас вам даже на бутылку не хватит. Что это значит вообще? Что это вообще такое? А так я тебе, конечно, все расскажу. Вообще было бы классно показать, но что поделаешь, ничего не поделаешь. Воздух идеальный, блин, согласен. Просто бухаешь, а на утро вообще нормально. Как будто и не пил. Поэтому мы тут нормально так можем всаживать в себя и вообще не чувствовать даже. Какие там цены? Как может быть дороже алкогольным, но одинаково. Одинаково. Ну, что там? Паш, не думай, блин, не ушел. Открывая дверь, слышишь? Этот такой, что? Что? С таким лицом зашел. Так, а где одеяло мое? Ну да, я улетаю 15 марта. Это, конечно, печалька, да? Далеко не одинаково. Слушайте, я по всему миру катаюсь, везде цены почти одинаковые. Что вы мне рассказываете эту ерунду? Везде ром, виски стоят практически недели. Единственное, где я видел дешевый ром, это на Филиппинах. Пару долларов за бутылку. Вот там дешево. А так, на Бали, допустим, в заведении в любом, выпить один коктейль. Там виски с колой, знаете, сколько стоит? Виски с колой стоит 700 рублей России. Извините, блядь, это такие же цены и в Москве. Вот, московские цены. 700 рублей. В Минске даже дороже. В Минске стоит вообще... А, ну тоже где-то 700. В Минске 700 рублей стоит стакан виски с колой, да, где-то так. Поэтому, я не знаю, все везде одинаково. Плюс-минус 100 рублей. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Несправедливость. Бали, Бали, конечно. Я уже, уже скучаю. Думаю, Балиинск. Я как-нибудь... Филиппины круто. На Филиппинах прикольно, но Бали лучше. Ну, то есть, я на Филиппины вряд ли полечу, но, может, на Барака еще. Но на Бали я уже понимаю, что я захочу побыстрее вернуться. Потому что, ну, здесь все-таки максимально атмосферно и круто. И тусовки очень классные. Вот, недавно были в Даде. Новое место. Было очень круто. Леша, не боишься возвращаться в Китай, там, коронавирус? Ну, слушайте, боюсь, не боюсь. Я... А надо возвращаться, денежку зарабатывать. Бабки нужны. Я тут, знаете, не святым духом питаюсь. И я очень много потратил. Я потратил даже больше, чем рассчитывал. И я вообще не ожидал. Ну, очень, очень крупную сумму я смог бы себе купить хорошую машину. Жесть. Жесть. Сколько денег ушло. Особенно в начале. Как бы, когда только приехали, такое было ощущение, что я миллионер долларовый. Просто бабками сорили. Туда-сюда, там. В клубасах наливаю. Жесть. На днюху немножко потратился. Дорогое было заведение. Ну, короче, я здесь потратил хорошо денег. Денежку приличную оставил. Где тебе больше всего нравится, работать или отдыхать? Что значит? Это как вообще можно сравнивать? Ну, конечно, отдыхать нравится больше. Но просто у меня в голове понимание есть нормальное. Что есть время для отдыха. Есть время для того, чтобы работать, зарабатывать деньги. А потом отдыхать. Вот и все. Я не стараюсь, типа, только отдыхать. Потому что... Нет. Нет, если бы я был сынком миллиардера. Может быть, так и делал. Потому что, в принципе, зачем бабок дофигища? Ничего не паришься. А в моем случае никто мне их не даст. Никто мне их не даст. Только сам. Поэтому работаю. В Китае не хочу покупать квартиру. Зачем? Я бы лучше в Москве купил. Так. Где бы... Ну, в дальнейшем. Да, слушайте. Я не знаю. Я уже не загадываю. Я раньше хотел в Америке жить. Поехал в Америку. Понял, что не хочу там жить. Потом хотел бы жить в Москве. Ну, и сейчас хочу жить в Москве. Но я пожил там. Ну, блин. Ну, там тяжело прям. Там вот денег хватает только на то, чтобы существовать. Ну, то есть заплатить за жилье, за продукты и за такси. Ну, и все. Ну, типа. На этом все. Это нужно прям хорошо заработать. Ну, нужно несколько лет там пожить, наверное. Прям конкретно хорошо повпахивать, чтобы выйти к такому заработку прям хорошему. Чтобы успевать и отдыхать, путешествовать и жить в Москве хорошо. Но я думаю, что доход должен быть где-то полмиллиона хотя бы рублей. Чтобы более-менее нормально жить. Так, куда посвятаешь поехать в Азии после Тая, Бали и Вьетнама? Только или на пляжную воду с приключениями? Ну, слушайте, я на таких не был. Я в Азии отдыхал на Филиппинах, в Таиланде, на Бали. Мне в Вьетнам сказали грязные. Грязные очень. Игуа грязные. Поэтому, типа, туда не лететь. Ну, на Филиппинах было прикольно. Очень красиво. Вот. Очень красивые пляжи белоснежные. Много бухт всяких. Дикость присутствует. Еще есть Малайзия. Но это не был. В Камбодже вообще была жесть. Не, я про Камбоджу не хочу рассказывать. Это такой... Это для меня был какой-то очень жесткий трип. Бэт трип я бы это называл. Это когда грибы у тебя... Когда грибы тебя забирают. И забирают тебя не в ту сторону. Вот. Вот я был в Камбодже. У меня был бэт трип. Жестко. На Филиппинах не скучно? Мне не было скучно. При том, что я был вообще один. Половину времени я был с бывшей. Половину времени один. То есть, две недели с бывшей. Две недели один. И мне одному было офигительно круто. Поверьте мне. Я путешествовал каждыми днями на байке. В шесть утра поспался. И ездил по разным классным местам. И всяким туристическим маршрутам. Сейчас все раскручиваются за счет батлов. Честно сказать, самая норма. Я думаю, у тебя было бы тоже неплохо. Не знаю. Я не хочу никаких батлов. Нахуй они мне нужны. Нахуй они мне нужны. Я охуенно живу. У меня все офигенно. Я счастливый. Молодой. Мне все классно. Понимаете? У меня есть работа. Мне не надо. У меня достаточно того, что я имею. Я и за это благодарен. У меня нет фенечки в голове стать каким-то элитным блогером. И просирать весь день в телефоне. Я захожу, когда мне интересно. У меня нет вот этого зависимости. Типа, нужно сделать пост. А там мне нужно пост написать. Ну, не, не хочу. Так. Если бы была квартира в Москве, то жил бы там. Или все-таки в Китае самолюбе. Ну, пока что да. Мне нравится пока что зарабатывать в Китае. Потому что я максимально качественно живу. Ну, при этом, ну, типа, я не парюсь на счет работы. У меня нет такого, что я целыми днями впахиваю прям до беспамятства. У меня перед Новым годом был период. Я работал две недели. Прям, ну, целыми днями впахивал. Ну, зато я сейчас уже на Бали второй месяц отдыхаю. И довольно-таки неплохо, знаете. Я мог бы на эти деньги отдохнуть, если бы подошел с умом. Наверное, полгода смог бы отдыхать. Полгода бы смог отдыхать на Бали спокойно. Я жил бы прекрасно. А так, так как я немножко, это, на широкую решил подвигаться. Вот. На полгода не хватит. Вот. Поэтому я понимаю, что блогеры вообще зарабатывают большие деньги, там, туда-сюда. Ну, как-то я не скажу, что я себя вижу прям таким лютым блогером. Мне кажется, у меня и так такая интересная, яркая страничка, и все в моей жизни. Но я ее не монетизирую. Расскажи самый радостный момент сегодняшнего дня. Слушайте, знаете, словил себя на мысли, мы сегодня попали в ливень. И я вначале расстроился, потому что ливень был огромный. Но, с другой стороны, я как-то от этого кайфанул. Потому что, когда мы ехали под ливнем, меня заливало всего. И я вспомнил, ну, в детстве, когда в лагере шли дожди, и мы бегали по лужам. Я подумал, блин, ну, что-то, типа, знаете, напомнил. Это прикольно. Вот. Поэтому, наверное, самый счастливый момент был, когда я в ливень ехал и просто думал о том, что... Как все-таки круто. Я попал в настоящий такой тропический дождь. Ну, и то, что мы сегодня поехали на другой остров, на Ламбок. Тоже круто. Как бы... Так. Как быть душой компании? Ну, я не знаю, у вас это есть или нет. Это харизма, внутреннее состояние. Ириша Добрый Цук, или как-то там. Ты мою фамилию научись правильно писать. Хотя бы ради уважения. Но если ты решила меня подъебать, то просто напиши мне, что ты решила меня подъебать. Ну, все. Я не знаю, ну, с одной стороны, меня ливень разозлил, потому что мы полностью вымокли. А с другой стороны, ну, это такой был моментик неплохой. Приятный. Приходите в Алмату. Да, сейчас встану с кровати и приду. Я знаю, как правильно. Я решил все-таки тебя... Ну, тогда ты идешь в бан. А-а-а, я решил тебя заблокировать. А-а-а, просто так захотел. Так. Хотел бы заниматься бизнесом или одним делом со своей второй половиной? Или все-таки лучше не иметь общих дел? Слушайте, да. Но если бы я со своей любимой занимался чем-то одним, я думаю, это круто. Занимайтесь любимым делом. Удруг друга поддерживайте, помогайте. И все. И вам офигенно вдвоем. И вы растете вместе, мудреете, поддерживаете друг друга. И вот это закаляет ваши отношения. Вот. Их на новый уровень. И два человека заняты. И два человека самодостаточны, независимы. И в этом, наверное, и есть сила. Это круто. Да. Было бы неплохо. Так. Сколько по деньгам уже потратил на Бали? Почитал сумму? Нет. Я не буду вам говорить. Я много потратил. Я уже сказал. Я потратил машину. Так. Леш. Откуда такая харизма начитанность? С тобой приятно общаться. Смотри, как правильно себя развивать. Ой, Регин. Слушайте. Ну, не знаю. Смотря для кого. Для кого-то я довольно-таки глупый парень. Для кого-то начитанный и умный. Для кого-то харизматичный. Для кого-то нет. Все очень субъективно. И как правильно себя развивать, тоже я не могу подсказать. Каждый человек проходит какой-то определенный свой жизненный опыт. Мне кажется, что лучше всего развивает жизненные сложности. Лучше всего развивает человека путешествия и сложности, которые он проходит на своем пути. Ну, я в своей жизни хлебнул говница на самом деле. Многие даже думать не могут, наверное. Но все-таки так. Вот. Поэтому, не знаю. Это сложный вопрос. Это все и книжки, и опыт, и какие-то личностные качества, и воспитание. Ну, много чего решает. Поэтому мне сложно прям однозначно отвечать на такой вопрос. Да какая разница? Все, ребят, не хватит считать мои деньги. Я не думаю. Я не миллионер. Поэтому можем... Все, кто думает, что у меня там прям вообще считание реально большие. Можете смело расходиться. Так, кстати. Сто лет не смотрел, опять депрессуешь. Я депрессую, блядь. Иди с балкона спрыгни, если я депрессую. Я, типа, зашла такая на три секунды. Какой-то вопрос другой услышала, рассказывает мне. Просто я не хочу тратить время и делать вид, что я всеми вами дорожу. Ну, честно. Мне тут пишут, и почему такое агрессивно. Слушайте, я общаюсь с людьми на их языке. Я с людьми, которые позитивные, общаюсь позитивно. Если приходит человек ко мне с говном, я в этом говне его и утоплю. Вот и все. И я не хочу показаться лучше, чем я есть. Я не Ольга Бузова, которая всех любит, понимаете, обожает. Мне реально насрать на многих людей, которые вообще мне безразличны. Ну, которые не могут заниматься своей жизнью несчастливы, вечно сидят на чужих страничках, вечно комментируют. Ну, отребья настоящие. Вот. Поэтому я, поверьте, я вам жопку целовать не буду. Буду вас смело посылать любым матом. А всех хороших ребят, которые придут ко мне, которые смотрят меня, там, следят за моей страничкой, за моей жизнью. Ван Лав, как говорится, люблю, уважаю. И я всегда такой был. Я очень человек взаимный. У меня развито чувство справедливости. Поэтому кто ко мне с мечом придет, от него и умрет. А кто ко мне с улыбкой, с ней и уйдет тоже. Как-то так. Окей. С какой женщиной любил мужчине будет интересно? С порядочной, интеллигентной, умной, харизматичной, как раз таки. Красивой, конечно же. Мы все любим красоту. Пойдем. Так. Не хочешь попробовать кайфсерфинг? Ну, нет. 30 человек в эфире даже это. Ну, слушай, у тебя явно, Катя, больше, чем у меня в эфире. Поэтому выебаться можешь идти в свой двор. И смотришь ты меня, не я тебе. Поэтому задайся вопросом, кто кому интересен. Ты мне явно неинтересна. Вообще не понимаю, кто ты. Ты, возможно, какая-нибудь чушка, которая сидит у себя в телефоне, что-то там ко мне зашла, что-то там выгонрилась. Обратить на себя внимание, потому что внимания к тебе от мужиков вообще, в принципе, нет. Поэтому, в принципе, ты можешь радоваться тому, что есть. Как-то так. Общаешься за хорошим. Зачем мне с ним общаться? Мы с ним... Он мне давно не друг. Вот. Все-таки для тебя важна все-таки харизма. Слушайте, ну, конечно, и внешность и харизма. Я со страшными телками не тусовался. Сейчас скажут, о, боже, телки-телки. Он знал и телки. Совсем стал плохим. Ну, да нет, просто так захотелось выразиться. Вот и все. Ну, считаю, что женщина должна быть красивой. Переживал неудачу в работе в Корее? Ну, конечно, переживал, как и все люди. Ага, на всех обижают, но нужно терпеть. А дядя бабла без мула в жопу залезет. Долго еще больше отдыхать на Бали? На Бали? Ну, сколько смогу, столько и буду. Ваши эфиры люди на толчке смотрят. Я согласен. Одна там страшная у вас тусует, прости. Одна там страшная у вас тусует. Слушай, я вообще не знаю, кто ты. То есть какие-то игрушки. Я знаю одно, что все люди, которые мне пишут какие-то гадости или подобное, они несчастные однозначно. И жизнь у вас прям реально дерьмовая. Потому что вам приходится смотреть мои эфиры, что-то мне писать. Ну, как-то странно. Я бы к вам не зашел, потому что вы никто. Кто? Ну, типа, вообще, кто вы такие? Кто вы есть вообще? Я вас не знаю и знать не хочу. А вот вы ко мне заходите, смотрите, что-то там пишете. Понимаете? Между нами разницу. Сидите на толчке, и вам интересно, что я скажу, что я вам отвечу. А мне на вас вообще плевать абсолютно. Я не знаю, как вы выглядите. Да и не хочу знать. Зачем? Я вам просто могу пару слов ответить, чтобы вы самоутвердились каким-то образом. И все. Я понимаю, что все, кто вас окружает, типа, все красивые. Но это явно не вы, к сожалению. Вот. А все, кто меня окружает, да, очень красивые. И внутренние, и внешние мне очень нравятся. А вы не очень. Вы уже, ну, когда вы пишете такую херню, еще и, я думаю, у вас страничка какая-то рабочая. Продавайте свои игрушки, я не знаю, через интернет и кайфуйте от жизни. И общайтесь с такими же, как и вы, людьми. К нам не нужно страшным лезть. У нас и без вас все прекрасно. Так. Привет, эта девушка постоянная? Что за вопрос? Вообще непонятно. Что вы имеете в виду? Привет, эта девушка на фото постоянно. В прямых эфирах, смотрите, да, я думаю, вы меня зауважаете еще больше. Я, блядь, сколько раз вам тупоголовым объяснял, что я личную жизнь свою обсуждать с вами не буду. И вы все равно никто не понимает. Все равно все задают одни и те же вопросы. Ага, у тебя есть отношения, с кем ты спишь? А кому ты заладишь в трусики? А кто тебе нравится? С кем тут? Блядь, вам какая разница? Не вы же, самое главное, не вы. Мне с вами нечего делить. Я личную жизнь с вами обсуждать не буду. Мне это нафиг не интересно. Вы можете задавать любые вопросы, но личную жизнь мы не трогаете. Понимаете, понимаете? Просто не трогайте, пожалуйста. Леша, можешь твоего совета? Да. Совет могу дать. От души, почек и сердца, от всего остального. Спрашивайте совет, могу все рассказать. Все, что надо. Ты вроде симпотный, не говорю, что страшный. Не так. Ну, просто здесь понятно. Так, привет, привет. Прикольная аватарка с языком. Леша, что там с коронавирусом? Давай, до свидания. Вылез в эфир, говорю про все привычное. Так, это в блок уходит? Так, давайте я в блок некоторым людям раздам. Так, Леша, забей, болтай, иди дальше, кайфуй. Да что ты, я жду, ребят. Сейчас, подождите, ребята, приеду с магазина, пойду кайфовать. А мне же нужно как-то время переждать, да, убить. Вы думаете, мне много нужно... Я в телефоне почти не сижу. Знаете, когда я захожу в телефон? Я вам клянусь, я захожу в телефон, когда мне нужно сделать пост. Ну, типа, вот, смотрите, где я был сегодня, мне прикольно. Посмотрите, зацените, напишу какие-нибудь свои мысли. Вот, многим моим подписчикам нравится. Вот, и все. Я телефон откладываю и кайфую. Я всегда, когда прихожу в какое-то заведение, в какое-то место, я в самом начале делаю фото, посты, да, там, сториз могу снять, а потом я телефон отключаю и кайфую. Все. Так, прям жестко отвечаешь. Ну, жестко, как есть. Так, с парнем раньше... Так, ну, давай. С парнем раньше встречался, на Тусовске вспыхнули чувства у нас, и была страсть. Что мне теперь делать? Остались тут... Остались тут подожди. И как мужчины относятся после секса к женщине? Регина, ну, если он дальше не захотел с вами спать, значит, такой страсти у вас особо и не было. Вы просто нажрались, переспались друг с другом, и он наутро подумал, прикольно, трахнул телочку. Ну, на этом все, и до свидания. Если бы ты была настолько офигенно, классной, да, и ты его там чем-то зацепила, поверьте, это бы продолжилось. У меня были отношения, самые мои долгие отношения были с первой ночи. Я в первую же ночь переспал с девушкой, и я с ней пробыл больше трех лет, и ее очень сильно любил. Нет вот этой темы, типа, секс в первую ночь, не в первую. Есть, подходите вы друг к другу или нет, зацепили вы друг друга или нет. И бывает, и у меня было очень много случаев, когда мы просто переспали и разбежались. Все очень просто. Ты можешь еще попробовать как-нибудь с ним связаться, но если ты его не зацепила, и он тебе сам не пишет, не звонит, ну, значит, ну, значит, не зацепила, все. Так, привет, привет. Ихреня еще... Так, Алексей, не расстраивай свою жизнь на кайфе, где работа, а то потом пожалеешь. Я тебя понял, Ира. Так как ты жить, я точно не буду. Как там Роман Юнхемфер? Вообще, Ромчик, блядь, это один из мной сейчас самых любимых людей. Очень рад, что с ним познакомился. Рома вообще топовый чувак. Очень крутой, веселый, добрый. И всегда хотел в окружении таких друзей. Вот я, Валя, за это благодарен. Леша, что ты так раздраконился? Кто тебя так разозлил? Дебилы разозлили. Так, страсть была только односторонняя. Ну, я понял, зачем такие вопросы задавать? Ну, вот такие люди. Какие люди такие вопросы? Так, я переспал первую ночь, сейчас замуж за нее ребенком родила. Вот, умничка, видите, как бывает? Я тоже считаю, что иногда стоит подождать, но ты должна как-то, наверное, это почувствовать. Иногда люди друг друга встречают, и у них настолько сильная связь, она настолько сильная, что ты не можешь с этим справиться. Вот тебе хочется, и все. И ты отдаешься этим чувствам, и потом это все вспыхивает с большей силой. А иногда, да, в первую же ночь, ты даем и судем, и ты понимаешь, ну, не настолько круто. Вот и все. Так. Если не загорелось, то нет толку дальше. Ну, мне тоже так кажется, что если не загорелось, то надо идти дальше. Да, надо чувствовать, что ты можешь довериться человеку. Да, все разы, вместе с дружили, потом переспали, у нас двое детей, и семь лет уже. Круто. Вау, всех поздравляю. Не отвечаю на их вопросы. Нет, я стараюсь всем отвечать. Я просто тем людям, которые ко мне хорошо, я им хорошо отвечаю. Те люди, которые ко мне плохо, я им плохо отвечаю. Все по достоинству, так скажем, получают, и все свое им летит. Но мне уже нужно со всеми общаться. Просто те люди, которые борщат, я их в блок кидаю, и все. И они больше на мою страничку не заходят. Ну, они мне потом пишут директ, разблокируй, прости, я просто хотел внимания обратить. Вы не представляете, сколько народу мне так написало. Но я понимаю, что у человека с башкой проблемы, но мне неинтересны такие. Вот и все. Потому что мы учимся в одном учебном заведении, как теперь будет? Да никак не быть, господи. Молодые вы. Переспали, да и переспали. Ничего в этом такого нет. Я в университете частенечко грешил со всякими одногруппницами. Поэтому это нормально. Ты же молодые, это нормально. Главное, по рукам не идти. Ты как человек очень хороший, я думаю. Я думаю, тоже. Многие так не считают, потому что они пришли, приходят в гости, стучатся, кидают в тебя какашками, обзывают тебя, матерят, ты им отвечаешь тем же, они потом говорят, что ты говно. Это логика вообще настолько крутая, что я все время эфую от таких людей. Так, а веришь, что если сразу не зажглось, дальше может разгораться? Слушайте, такое тоже случается. Бывает, что-то вначале не зажглось, а потом зажжется. Но это крайне редко случается. Но это что-то тебе в виде исключения. Так, ты клевый, я искренне завидую, подумаю, что ты веселенький, тоже хочу. А что тебе мешает? Быть веселенькой, кайфовать от жизни? Я не понимаю, читал, я сел, пацанец не читал. Леша, был ли ты такой встречался с жалостью? Нет, я никогда не встречался с жалостью и вам не советую. Это какая-то женская фигня, в мультипоии с жалостью встречаться. Я встречался только с теми, кто мне реально нравился и кого я хотел. Если не хотел, я сразу говорил, давай, до свидания. Все очень просто. Моя позиция такая, как люди к тебе такие, ты к ним согласен. Почему игнорируешь меня? Не знаю, у тебя какие-то странные вопросы, мне не всегда нравятся. Так, привет, красавчик, Краснодар, в Краснодаре классные девчонки, красивые, кстати. Мне понравились. Да, но еще в одной группе после этой ночи смотрим друг на друга, думаете, сгады непростые. Не, ну понятно, что вы на друг друга посмотрите. Так подожди, так подойди ты к нему. Слушайте, знаете, я вам так скажу, вы не думайте, что мужчины, это такие стальные яти, все остальное иногда. Нам нравятся сильные женщины, которые могут подойти и сказать, что они думают, которые могут тебя взять за руку, даже отвезти и трахнуть тебя. В этом что-то есть, поверьте. Все нравятся сильные люди. Неважно, это мужчина или женщина. Иногда женщине, если тебе это надо, нужно взять инициативу в свои руки. Все. Поэтому давай, не, не, дерзай, короче. Так, почему разбежались с женой? Потому что разные люди, ей нужен мужчина, я думаю, лет сорока пяти с хотя бы миллионом долларов на счету, чтобы, ну, чтобы она ни в чем не нуждалась, чтобы потакал ей во всем, чтобы не был слаб с ней, наверное, чтобы ее мог там приструнить где-то, чтобы она от него зависела. Вот если будет человек, который, вот если она будет созависима, то я думаю, она иногда сможет свой там пыл приубавить. Поэтому нужен мужчина, прям, ну, больше сорока пяти, не такой сентиментальный где-то, да, как я, добряк, такой романтик, а вот именно жесткий мужичелла с кучей бабла, чтобы на все хватило, чтобы самоутверждалось цветами, подарками, крутыми отдыхами, чтобы мужик был офигенный, чтобы все завидовали. Вот тогда, скорее всего, она будет минимально счастлива. Вот и все. Поэтому я на эту роль не подходил, поэтому я самоликвидировался. А вот так вот я вам могу сказать на данный момент. Так, сейчас люди озлоблены тем, что другим лучше кайфове, поэтому льют желчь, что очень добрый милый, просто не видит из своего эгоизма и не хотят, что это лучше. Ой, слушайте, Ольга, как приятно это было сейчас прочитать просто, мамма мия, прям. Люблю, целую, обнимаю. Леш, что она передает? Это случайно я где-то рассек. Ну, у меня сыночка 5 лет, и доченьке через лет 6 тоже буду веселенько. А, ну, согласен, да. Реша, как дела, ты еще на Бали? Да, я на Бали, я на, я вообще уже не на Бали, я на острове Ломбок сегодня приехал. Ну, ты и на проекте был жанен в плоте денег. Слушайте, ну, я на этот вопрос вообще даже отвечать не хочу. Мои деньги, это мои деньги, понимаете? и я буду давать денег много той женщине, которая этого будет заслуживать, которую я захочу. Понимаете, женщина должна вызывать в тебе желание ее одаривать, делать ей приятно, и об этом не сожалеть. И тогда очень многое от женщины зависит не от мужика. Поэтому с некоторыми женщинами мужики жадные, а с некоторыми отдадут последние трусы. Вот. Вот и все. Понимаете? очень многое от женщин зависит. Очень многое. Как-то так. Поэтому для кого-то я могу быть самым жадным на планете Земля, а для кого-то нет. Да. О, жена пришла. Ужен, я принесла. Что? Да, я валяюсь прямо в север. Так. Так. Может, как-нибудь в эфир с подписчиками? Ну, смотри, так. 45-й с анатолий плюс почему-то на мой этот западает. Ну, и где эти малолетки? На два месяца? Никто не выдерживает. Я продержался долго. Так. Люди, которые сильные, они чувствуются. Как сам сильно дочувствуются? С прошедшим днём рождения у нас в один день. Ой, поздравляю. Круто, прикольно. Вот и Аню не одаривал. Слушайте, у нас с Аней были совсем другие отношения. Вы не понимаете, вы у них не были. Так. У нас с Аней были лучшие отношения, чем с Лизой гораздо. Просто Аня мне много не договаривала, но это её проблема, не моя. Я думал, что у нас всё хорошо, а потом оказалось, что не очень. хотя мне говорили, что просто мама миа. Вообще, всё как прекрасно. И в отличие от некоторых, я себе хотя бы жильё купил. Так. Мне кажется, есть жадные люди, есть очень простые, а человек вы неплохой. Я не понял, что к чему это было вообще. Ну, я вообще такие вопросы, знаете, особенно бабки. я вообще считаю, что любовь к деньгам никакого отношения не имеет. И люди должны приходить в отношения чистыми, без меркантильности, потому что где есть деньги, и всё, что с ними связано, это уже не про любовь. Это про товарно-рыночные отношения. Вот. И как-то так. Поэтому эти все вопросы я их терпеть не могу вообще. Люди как-то живут на 20 тысяч рублей, и я не представляю, чтобы жённые к ним приходили и говорят, ты жадный урод, ты там такой-такой. Ребят, я зарабатываю хорошие деньги, все мои женщины всегда со мной путешествовали по странам, я дарил огромные хапки цветов им, блядь, покупал и домой продукты, и всё было. И все, блядь, и найдутся те, которые меня назвали. Я просто в шоке. Всем бы столько дарили, как я, особенно цветов, внимания, любви и заботы. Просто многие зажираются немножко, да, и наглеют, борзеют, я бы так сказал. Потом они кого-то там что-то делать виноваты. Многие люди живут и вообще ничего не видят вообще в своей жизни. Ни отдыхов, ни цветов, и безумно друг друга любят. Всё очень субъективно. Если всё мерить бабками, то это печальная история, то лучше вообще быть одному. Тогда не нужно вообще париться. Так, когда только она началась встречаться с мужем, у него копейка, у него копейка была, и окна держались на отверг, начинали всё с нуля, всё вместе. Вместе уже 16 много, потому что сейчас есть главное вера для друга. Юля, вот я вот вам скажу, что вы офигенные, и вы заслужили такого мужа, потому что вы пришли в отношения чистыми, и верили в своего человека, поддерживали его, мотивировали. Вот, я про таких, как вы, женщин говорю, вот такие женщины, они самые достойные. Приятные слушатели, так не должно быть, счастье должно быть, не в денег, в чужих или своих, а в комфорте между людьми, и доверие признают. Вот, спасибо. Вот, у некоторых от меня понимают. Родители мои замечательно поживают. Очень красивый, умный, при этом очень чувствуется ли вы зависть у других? Да, конечно, чувствую зависть. Постоянно мне очень много гадостей пишут, непонятных. Я человеку ничего плохого не сделал, но он уже меня ненавидит, понимаете? Но это значит зависть, по-другому не назвать. Я никогда никого не предавал, я никогда никого не подставлял. Я в отношениях, даже между друзьями, никогда своего друга бы не предал. Не смог бы там, знаете, там свою женщину замутить, или какому-то на стороне херню, или там кинуть его на деньги. Я ни разу в жизни себе этого не позволил. Поэтому я не знаю, почему некоторые меня не любят. Им просто я не нравлюсь, потому что сам факт моего существования и того, как я живу. И их это раздражает, поэтому меня не любят. Я никогда никому ничего плохого не сделал. Если люди ко мне приходили с добром, они всегда с этим добром и уходили в трехкратном размере. А если человек ко мне приходил какой-то злобой, ненавистью, я просто отдавал ему отпор. Я платил ему ровно той же монетой. Вот и все. Так, моя внешность мне только помогала всю мою жизнь. Так и должно быть. Ага, в хостеле с крысами на Филиппинах. Ага, в хостеле с крысами на Филиппинах жили. И мы жили с крысами в хостеле на Филиппинах. Ну вот я про это и говорю. Некоторые люди, блядь, настолько неблагодарные, настолько охуевшие от жизни, что ну надо таких бежать. И это печально. Мужчина должен обеспечить только жену и детьям. А остальным он нихера не должен. А вам... Ой, начинается. Я про личное вам уже говорил. Несете свой нос чужие дела. Спасибо большое. Смотришь Дом 2? Нет. Сучаешь Дом 2? Нет. Счастье не бабки. Счастье любите быть уверенны, смотря на что, вопреки всему. Согласен. Привет, привет. Привет, Болгария. Привет. Обожаю, когда... А знаете, хотите я вам одну... Хотите я вам одну помарочку скажу? Вот когда я расстался с первой бывшей своей, которая 4 года пыталась меня вернуть, и с моей... И моей последней бывшей мешала жить. И постоянно ей там наяривала, да? Такой я был плохой и жадный. Так... Подружки бывшенькой, все пытались залезть ко мне в трусы. Все как одна. Она так бы мне много гадостей сказала, что все ее подруги со мной пытались там хухры-мухры навести. Ну, с парочкой у меня было. И это для меня самый забавный факт. Они пытаются меня хуесосить, говорить обо мне какие-то гадости, что я какой-то плохой в отношениях, плохой человек, но при этом все их подруги почему-то хотят ко мне прилипнуть, понимаете? Это самое забавное, самое веселое, что я вынес из этого. Они так пытались меня просто разобрать, что их подружки в тех хури ко мне пишут до сих пор. Ну, просто многие мне самому неинтересны. Вот и все. И это очень смешно. Это реально. Это самые забавные факты. Столько гадостей бы мне сказали, что аж другие аж прям чуть с ума не сошли от этого, да? Вот это прикольный факт. Я от этого угораю до сих пор. Ты в отношениях спал с подругами? Так. Ты в отношениях спал с подругами? Бывшие? Серьезно? Я такое сказал. Вел. Вы, блядь, вы еще каких-то таблеток обожретесь, а потом вы, знаете, желаемые за действительную. Так да, да, да. Мне бывшие рекламы только делают. Реально. Вы думаете, нет? Все, кто на проекте бывшие приходят, начинают что-то обо мне там рассказывать, лечить. И говорю, и потом их подружки или их окружение, девчонки, начинают мне наяривать и пытаются со мной шуры-мужа завести. У меня уже в Китае была такая история. Когда я узнал, что девчонка, которая ко мне подкатывалась, которую я там, я немножко подмучивал, оказалась подружкой моей бывшей. Ну, я в шоке был потом, когда об этом узнал. Так, значит, такие подруги, я там срать не сяду. Ну, вот такие вот подруги. Ну, а какой человек такие подруги? Мужчина, в принципе, должен быть мужчиной. А те мужчины, которые изменяют свое любимое, это не мужчина, по-моему. Я согласен. Я своим не изменял. Так. Ну, ты сказал, что с подругами бывшей спал. Ну, я с ней расстался четыре года назад. И что мне теперь? Четыре года. Я в отношениях, в отличие от нее, не изменял. А вот она мне изменяла. Поэтому давайте своими именами говорить. Я вам просто привел пример, что после того, как мы расстались, мне бывшая сделала огромную рекламу. И ее подружки потекли рекой, как говорится. Потекли рекой. Резко так. Вот и все. Я буду путешествовать и дальше. Так. Привет, привет. Какое мнение девушки Захареша? Ты знаком с ней по Китаю? Какой? Вы о Олесе говорите? Ну, у меня с Олесей были короткосрочные... У нас был короткосрочный роман. Вот. И, кстати, Олесе мне тоже хорошую рекламу сделала. Мне парочка ее тоже мисс там, блядь, вселенных приглашали меня на встречи. На свиданке. Я еще угорал. Тоже подумал. Жесть. У женской дружбы, наверное, не бывает, потому что то, что я наблюдаю, и то, как постоянно вот такие вещи происходят, я, конечно, всегда в шоке. Так. Ну, как тебе можно изменять и вообще, в принципе, не будучи в отношениях? Ну, это вы люди. Так ты, Лиза, Лиза изменила. Откуда вы знаете, изменяла я или нет? Это кто вам сказал такое? Я не изменяла. Вот она мне изменяла. Поэтому давайте посмотрите проект, если вы что-то там забыли. Посмотрите проект и то, как я себя вел и как она вела себя на протяжении года. И потом мы будем базарить об этом всем. А пока, если она там что-то ляпнула, она может... Знаете, много женщин обиженных, которые пытаются сделать мужиков виноватыми. Но у меня есть факты. У меня есть факты неопровержимые. Видео, блядь, которое снималось на протяжении 10 месяцев. И просто сопоставьте меня, мое поведение и мои бывшие. И все. И ничего больше не надо. Просто посмотреть проект. Где был я и где была она. Все. И там все показано. 24 на 7. Поэтому меня обвинять в том, что я кому-то изменял, блядь, такая чушь. Я никому не изменял. Так мерзко спать с подругами твоей бывшей? Ну, почему? Я же не знал, что они подружки. Я потом об этом узнал. И мне даже было прикольно. А чего нет? Слушайте, ну, было и было давным-давно. Так, привет, привет. Плохой пиар тоже. Так что, конечно, не причем, что ты говоришь, Леда Тимунович, общаюсь с кем-то из дома два. Так, Аня была другая в отношении с тобой. Аня вообще была другая. То, что она сейчас, то, что она была, это два разных человека. Я ее вообще не узнаю. Как-то так. Но бывшие подкладывают свинью, оказываются, оказываются, не с постели. так, можно жить, да. Ну, да. Так. Иру знаешь с детства. Прикольно, что вы дружите. Ира вообще, это one love. Одна из самых лучших. Да, все пытаются меня сделать виноватым. Все всегда телок защищают. Думаю, что бабы никому не изменяют. Ребятки, я тоже так раньше думал. Меня мама с сестрой так воспитывали. Я раньше думал, что женщины это самое святое. Что женщины такие порядочные. Только мужики-козлы. Поверьте, мой жизненный опыт говорит совсем об обратном. Очень многие женщины пренебрегают и отношениям мужчин. И вообще, бля, ведут себя настолько аморально, да вы об этом просто не знаете. Или не хотите знать. Или сами себя так ведете, но делайте вид, что вы этого не знаете. Ира очень классная. Ира очень порядочная. Ира, я поэтому с ней так близко общаюсь, потому что вот она, она очень порядочная девушка. Очень. Порядочнее многих, кого я знаю. хотел бы увидеться. Нет, конечно. Зачем она мне надо? Я один раз увиделся, мне хватило. Я быстро сел на байк и свалил. Прошел мимо и свалил. Подумал, ну, свят, свят. Где бы святой воды еще, я бы перекрестился и убежал. Вот и все. А кто тебе скажет, что они изменяли? Да, баба есть хуже мужиков и гулящие, и распущенные. С многими бывшими мы оставим с хороших отношений. Да, у меня есть бывшие, которых я обожаю. И я готов им руки целовать и цветы дарить. Я могу таких бывших назвать по именам. с кем бы я и на свидание сходил и все бы. У меня есть такие бывшие, которых я очень люблю. Так. Так. Что для тебя порядочность? Порядочность? Порядочность это когда человек воспитан, он никогда не позволит себе предать, он никогда не позволит себе изменить, пока он в отношениях. Он никогда не позволит себе даже об этом подумать. Порядочные люди, они издалека видны, понимаете? Они никогда не лягут с тобой просто ради какой-то похоти. Очень, очень мало, кстати, очень мало порядочных людей. Но они есть, слава богу, в моем окружении есть. Ты знаешь? Нет, не знаю. Ох, Леша, девушку нужно брать. Еще щенком, иначе потом из них вырастают сучки. Ну, не знаю. Ира с Биробиджана на Дальнем Востоке, девушки мировые в школе на стрелке ходили. Ира на стрелке? Ира вчера прибежала ко мне в номер в отель, говорит, мы будем с тобой ночевать, у нас крысы бегают. Они испугались, крысы, какие стрелки вообще? Ира и стрелки, Ира вообще, девочка, девочка. Я их вчера привитил. Какой самый лучший клуб в Минске? Куда можно сходить? Ну, я бы советовал Мама Стифлера, Блэк Хаус и Ричкэт, наверное. Ну, Ричкэт на самом последнем месте. Я, конечно, люблю ребят, которые там работают, но мне кажется, Ричкэт, ну, такое, ну, раньше было лучше. Я бы советовал Стифлера, Блэк Хауса, потом Ричкэт. Ну, это в моем понимании, так, у каждого свой вкус. Так, блин, у меня за 26 было три мужчины. С двумя мы дружили, за третьим я замужем, никому никогда не изменяю, даже мысль не было. Ну, вот вы, значит, порядочные. Да, верности, воспитание. Крысы, да, ну, короче, мы, у нас на Бали есть типа, бунгало, да, в которых мы живем. И в одном из них бывает, там, бегают там крысы где-то сбоку, там, могут быть какая-то живность. Это же Бали, это же природа. Так, Ира, далеко не девочка, девочка, грубые повадки для девушки. Гузель, блядь, слушай, что ты вообще знаешь? Вы очень женственная, очень милая, очень хорошая, порядочная, и вообще, ну, я, я не знаю, я готов за нее вот вас всех нахуй посылать, реально. И грубо разговаривать, кто будет что-то там плохое говорить. Но я даже вас слушать не хочу, потому что вы ее не знаете, а я знаю, с ней уже тут целый месяц живу. И до этого еще не знал. Так, Алеш, ты еще свою квартиру сдаешь? Да, сдаю. А флирт ты считаешь порядочностью? Флирт? Нет, это, причем тут, это вообще разные понятия, о чем вы, флирт. Флиртовать, конечно, можно. Это не говорит о какой-то распущенности. Другое дело, что за этим следует, для каких целей это все. Это, это очень разные вещи. Все мы любим флиртовать, если нам люди нравятся. Это нормально, это игра. Классная у вас тусовка на балле. Вообще офигенно. Туса нереально. Люди тоже очень. Да, она не сто баксов, чтобы все нравятся. Согласен. Ну, просто мне хочется, чтобы люди проявляли немножко уважения к моим близким. Если они говорят за моих близких какие-то нехорошие вещи, ну, они будут посланы нахера далеко и надолго. Все очень просто. Привет, привет. Зовут на проект? Ну, уже нет. Раньше звали, но я думаю, что не понимаю, что смысла нет. Вот. Да, что я там буду делать на этом проекте? Я не знаю. Я не хочу вот эту всю грязь, ну, если честно. Виолетта, не вашего грязного носа, длиннющего дела. Я вам много раз говорил, не лезьте в мою личную жизнь. Я в ваши трусы, мне вообще плевать, кто вас имеет. Вот, серьезно. А почему вам так интересно, с кем я, почему или не с кем я? Просто не лезьте в мою личную жизнь. Вас это не должно никак касаться, вот просто никак. Не раздражайте меня, пожалуйста, этими вопросами, которые вообще никак вам не относятся. как вообще так получилось, что Ира оказалась рядом с Лизой? Ну, это Лиза оказалась рядом с Ирой каким-то магическим образом, резко стала подружкой. Вот это вот, этот вопрос хороший. Ира к ней в подружке не набивалась. Она Иру знала, но никогда с ней почему-то дружить не хотела. А тут резко, резко подружки, блядь. Я до сих пор в шоке. Думаю, что за борода вообще? Как такое могло произойти? Это ж настолько, настолько вот... Ладно. Так, спасибо. Так, Крюш, не стоишь от отдыха? Мне достаточно дней пяти, я все хочу домой. Нет, у меня такого нету. Я очень люблю это место. Люди классные на Бали. Там уже на проекте сбор безработных, ленивых людей. Так, ты ведь еще женат? Нет, я уже, я и не был никогда женат. Я не считаю, что я вообще был женат. Почему все на Бали уезжают не меньше, чем на месяц? Ну, вот так вот, потому что здесь очень круто и не хочется уезжать. Какие планы цели на будущее? Жить, кайфовать, наслаждаться своей жизнью, быть счастливым. Вот какие планы. Так, как люди могут сказать, не знаю их. Не знаю, тут есть такие, они не подружки. Я вас понял. Главное, что вы все знаете. Так, мы бы хотели позимовать. А где бы вы хотели позимовать, кроме Бали? Да, я не знаю, я хотел еще в Шри-Ланку скататься. Шри-Ланка прикольное место. И я думаю, что нужно будет в Африку попасть, в какой-нибудь зензибар. Леша, много денег уходит на Сидзю? А вы как думаете? Посмотрите, сколько стоят виллы, посмотрите, сколько стоят путевки, просто посмотрите. И еще вы должны учесть тот факт, что мы тут тусуемся, мы ходим во всякие рестораны, в клубы, покупаем в магазинах, путешествуем по островам, берем туристические маршруты. Конечно, это затратно, это требует денежных влияний, каких-то вливаний, конечно же. Миллион в день. Да хрена, это дорогой еды. Да нормально уходит денег, нормально. Но пока что еще можем себе позволить. да все всегда считают чужие деньги, ты уже от этих нет. На Сейшелу нужно еще сгонять. Нет, на Сейшелу не хочется. Мне Сейшелы, кстати, не понравились. Есть, к чему поучиться. Кстати, она может себе позвать месяц на Бали вечер, на Позитиве вечер. Да. Конечно. Пушка. Так, у меня две минутки осталось эфира. Ребята еще не приехали. Я думал, что они уже приехали. Что-то ненадолго поехали. Сейшелы скучно, согласен. Для пенсионеров отдых. Или для миллиардеров. Вот одно из двух. Миллиардер или пенсионер. Если миллиардер, то ты на своей яхте с кучей телок и тому подобной движухи. Вот как-то так там происходит. А если пенсионер, то ты вот приезжаешь в отельчик, сидишь, на берегу пьешь сачок. Вот как-то так это. Вот сейшелы вот у меня две. Дорогой. Муж! Слушай, можно дать тебе задать? Да, задать. Ты не голый? Нет, ты мне можешь не показывать. Я сейчас смотрела твой эфир и что там за такая любопытная женщина про меня пишет? Я не знаю. А ты меня так поддерживаешь. Мой колесый. Я же тебя люблю. Конечно. Ты же знаешь. Пойдем. Куда? К нам. Ты что, рассказал про крыс? Да. Крысы, это был повод. Это вообще крысы, это были мои засыльные казачки, да? Всем привет! Кто-то писал мне очень хорошие слова. Спасибо, я читала. Очень приятно. Да, да. Я хорошая, веселая, добрая. Леша, ну покажи.